Семинар по обороне персональных данных для проставников организации и установок региона пройшел в областном центре. Символичная аллея памяти у гонор усих загинулых у годы Великой Чины войны высажена на улице Брыхеля у Гродни. Специализованная спортивная зала для занятков кикбоксингом и тайским боксом з'явилась у городе над Ньоманом. Пытания обороны персональных данных обмерковали на семинаре у Гродни. Организаторам мероприемства выступил профильный национальный центр, який организовал навышальный цикл по применению на практице закона об обороне персональных данных, який уступил силу 15 листопада минулого года. На передние мероприемства пройшли у Могилевской, Брестской, Витебской и Гомельской областях. У делу их приняли больше за 2500 специалистов. Гродни стала пятым регионом, где был организованный навышальный семинар для представников организации «Устану Гродно». У онлайн-формации до размобы долучились районные центры. Дейность Национального центра обороны персональных данных накерована на выражении двух ключевых задач – организацию обороны персональных звездок и адекватного процесса в этой сфере. Перед за все специалисты проверяют организации, которые работают с персональной информацией. Это, например, до операторов сотовой связи, банки, сетковые крамы. Нюансов шмат до особистых данных относятся любые известки. Прозвища, имя, даты народжения, кредитная история, национальная приналежность, отбитки пальцев. Операторы ци, те, кто сбирают, заховывают и опрацовывают персональную информацию, обовязаны работать это у ответственности с новым законом. Это законодательство затрагивает практически всех субъектов гражданского оборота. Страны, потому что, так или иначе, например, с вопросами трудовых отношений, да, найм работников имеют дело все, все юридические лица у нас в стране. Поэтому где-то по имеющейся информации около 400 тысяч субъектов, тех, которые сейчас подпадают под требования нового законодательства защиты персональных данных, и которые обязаны принимать вот эти соответствующие меры. Другие, не меньше важные накерунок працы центра – проведение тлумачальной работы по пытаниях применения законодательства об обороне персональных данных. Яна, включая навучение супрацовников, которые занимаются працей с персональными известками на предприемствах, проведение тематичных вебинаров и семинаров, а так само разгляд своротов и скаргов от субъектов персональных данных. На сегодняшний день каждая третья жалоба – это жалоба на работу в сфере персональных данных, ритейла и сферу услуг. Каждая пятая – это сфера банковская, и каждая восьмая – это сфера работы мобильных операторов. Уже люди, даже изучив новые требования, изучив свои права, которые им предоставлены, они задают совершенно обоснованные вопросы, почему требования закона не выполняются. Я приведу пример. Получение согласия на обработку персональных данных должно всегда носить свободный, информированный характер. Актуальную информацию по теме можно найти на офицейном сайте Национального центра обороны персональных данных, где размещены рекомендации, покруковые алгоритмы, нормативные акты и отказы на отжастое пытание. За пошлий месяц наведывальниками сайта стали больше за 50 тысяч белорусов. Объемы личбовых данных в Украине расте. Это электронный урад, биометричные пашпарты, которые размещают информацию на специальном чипе, распрацовывается электронная система для эффективного взворота грамадян у держорганы, которая даст махчимость отсушивать каждый этап его разгляду. Разом с личбовизацией расте запыт на оборону информации от незаконного умешательства. Подроби с ней об новых подходах у работе с персональными данными белорусских грамадян у рубрица «Комментары дня». Любой гражданин заинтересован в том, чтобы его права как субъекта персональных данных были защищены. Для этого, безусловно, ему необходимо знать эти права. Они очень четко прописаны в законе о защите персональных данных, который вступил в силу всего-то пять месяцев назад. И ровно пять месяцев назад был создан Национальный центр защиты персональных данных, ключевая задача которого как раз и защита прав субъектов персональных данных и организация образовательного процесса по вопросам защиты персональных данных. Есть таких три базовых принципа для людей, которые они должны помнить в части оборота их персональных данных. Первое – это то, что наши персональные данные должны собираться и обрабатываться на законных основаниях. Согласитесь, каждый из нас заинтересован в том, чтобы это было выполнено. Все наши данные должны быть защищены. То есть доступ к этим данным должен быть ограничен, либо иметь доступ только для конкретной категории лиц. Мы используем безопасные платформы. Да, мы уважительно относимся, опять же, к персональным данным даже посетителям нашего сайта, потому что, к примеру, любой посетитель сайта оставляет, опять же, цифровой след. И если даже элементарно к сайту подключена Google Аналитика, то это уже существует трансграничная передача персональных данных на зарубежные сервера. Так вот, например, на информационном ресурсе Национального центра защиты персональных данных стоит уникальная аналитическая система, которая не передает на зарубежные сервера никакую информацию о посетителях сайта. Еще, кроме этого, у нас есть Телеграм-канал, где мы, опять же, гражданам разъясняем, что такое договор, что такое согласие, как и куда можно подать жалобу. То есть такие элементарные какие-то вещи. Мы рассказываем про цифровую безопасность, какие-то топ-3 ошибок в интернете при обороте своих персональных данных, потому что для нас очень важно, чтобы граждане понимали, что их персональные данные – это ценность. И с ними тоже нужно обращаться бережно. Зачастую граждане сами в социальных сетях размещают достаточно много информации о себе, не только фамилии, имя, отчество. Кто-то размещает домашний адрес телефона, кто-то ставит меткие геолокации о том, что сейчас он отдыхает в Турции, там, к примеру, или в другом регионе, и не думая о том, что он информирует потенциальных злоумышленников о том, что его нет в стране, и сейчас можно совершить какое-то действие, да, к примеру. Поэтому есть еще такие формы элементарной безопасности о том, что нельзя, например, пересылать скан паспорта или ксерокопию через электронную почту. Это тоже небезопасно, потому что, если у вас стоит нелицензионное программное обеспечение, да, кто-то получил, допустим, код-пароль от вашего ящика электронной почты, он получит доступ к вашим персональным данным. Или, к примеру, мы всегда говорим о безопасности финансовых транзакций. Очень важно использовать только достоверные мобильные приложения и достоверные сервисы, идентифицированные интернет-магазины. Ведь если вы привязали карту банковскую и совершили там какую-то транзакцию, и совершили это небезопасно, то кто-то получает еще и данные к вашей банковской карте. И потом, к сожалению, мы слышим о таких печальных случаях, когда люди несут большие финансовые потери вот из элементарной цифровой неграмотности, о том, что все-таки они сами допустили, сделали такой неверный шаг, когда вот те самые финансовые транзакции совершались небезопасно. Любой из нас заинтересован в том, чтобы к нему не поступали звонки от незнакомых номеров, когда им предлагают и сообщают, что срочно именно в этот момент совершают какую-то опасную операцию с его банковской картой. А ведь, если задуматься, это уже у кого-то есть, его имя, отчество, фамилия, его контактный номер мобильного телефона. Значит, кто-то эти данные уже распространил. Поэтому вот нужно, прежде всего, быть бдительным, внимательным и бережно относиться к своим персональным данным. Каля 300 тысяч жахаров Гродинщины плануя долучиться до республиканского субботника. Масштабное мероприемство пройдет у регионе, який по всей краине, 16-го красавика. По традиции, у рамках субботника увага будет сконцентрована на доброго парадку ненаселенных пунктов, городских территорий, парков, скверов, историко-культурных объектов. Все это мероприемство промерковано до годы историчной памяти. Тому особливая увага будет нададена проведению у належных стан мемориальных комплексов, местцев боевой славы, похований воинов и партизан часов Великой Чинной войны. Нададенный момент у при нем они формируются рабочие группы по подрыхтузе и проведению субботника у областных центра, районах, на предприемствах и у организациях. Удакладняется перелик объектов и объемы работ. Плануется, что до субботника долучиться каля 300 тысяч жахаров Гродинщины. Горошовые сродки, заробленные у День Республиканского субботника, будут накерованы на финансование капитального ремонта и рестаурации мемориального комплекса «Хатынь». Лепкие бяроски. Символичная аллея памяти з'явилась у одним из жилых микрорайонов Гродна. Высаженные у областных центра молодые древцы стали даниной поваги сёняшнего поколения солдатам, офицерам и мирным жахарам, які загинули у годы Великой Чинной войны. Иниціаторами памятного мероприемства выступили лидеры громадских организаций и объединению пронюмания. Решили сделать такое доброе дело в год исторической памяти посадить ещё одну уникальную аллею. Это консолидированная акция лидеров всех общественных объединений. Инициатива принадлежит областному координационному совету структур политических партий и общественных объединений. На этом уникальном месте появится очередных 20, посажено будет очередных 24 деревца. Это берёзки и липы, которые будут символизировать память о людях, кому мы, собственно, обязаны жизнью, наших героев Великой Отечественной войны. Мы сегодня садим деревья, которые взрастут в этом конкретном микрорайоне и будут ещё одной точкой нашей памяти в общей копилке года исторической памяти. Потому что деревья – это то, что, как и дома, и как наши дети, это то, что мы всегда оставляем после себя. К нам присоединяйтесь, родите детей, строите дома, садите деревья. Мы вместе. На улице Брекеля, что у областного центра, собрались десятки грозенцев. Простовники организаций, громадских объединений и партий. Присутные разом одной великой талакой заклали новую аллею памяти. Инициативу подтримали те, кто ожидая бачить город зелёным и чистым. У Год исторической памяти мероприемственно было особливый символичный сенс. Очень важно помнить о том, что мы живём в нашей стране, в нашей республике Беларусь. Мы не первый раз коммунисты Грозенской партийной организации принимаем участие в этой акции. Мы сажали деревья на проспекте Лебедева, на бульваре Ленинского комсомола, возле школ. Сейчас мы вот здесь, вот на Брекеле. И это очень почётно, потому что это символизирует наше отношение ко всем происходящим событиям и к памяти нашей страны. Мы рады принять сегодня участие в совместной акции со всеми общественными объединениями, политическими нашими партиями в заложении вот этой аллеи, этого прекрасного символа. И знаете, мне отрадно, как гражданину просто города Гродно, что не только я, как гражданин, а все наши профсоюзные организации принимают участие вот в этом нашем месячнике по благоустройству, пиком которого, конечно же, будет предстоящий субботник. У ближайшую пятницу у Гродня з'явится ясчэ одна аллея 70 древ. А массовые зеленые посадки, у тым лику и памятные, знайдусь в пройтях у рамках республиканского субботника, запланованного на 16-го красавика. Як агучивается новая аллея и скверы, тягам выходного дня будуть закладены во усіх районах Прыньомыня. До конца красавика пройдя 8 электронных кермашов вакансий, поведомили во управлении Державной службы занятости насильництва областного комитета по опраце занятостей и социальной обороне. Электронные кермаши запланованы до проведения у 7 районах Родинщины и непосредно у областным центры. Так, 15-го красавика на специальной платформе Державной службы занятости будет доступна информация об свободных прасонных местах на предприемствах Родинского района. 19-го красавика Зельвинского 21-го вакансии дадут организации предприемствы Волковыского, Новогрузского, Слонимского, Смаргонского районов, а 27-го красавика – Щушинского. Знайсти працу, не выходящий с дому, у Гродния спашукальники смогут 20-го красавика. С допомогой сайта зацекавленные могут у режиме реального часа задать питание наймальникам, ознайомиться с режимом и умовами працы, накеровать резюме, отримать электронную консультацию и запрашение на сумове. По заканчанию кермашу доступ до вакансий для спашукальников захавается. Уси актуальные пропановы будут автоматично перенесены у базу дадзенных на портале Державной службы занятости. Об узгаранне у двухповерховым доме по улице Подольная у Гродния пройшло поведомление на пульт дзяжурного службы 101. Светка рассказал, что гарыць кватера суседа клубы дыма уже заполнили калидоры подъезда. Прыбывшие вратовальники терминова ликвидовали пожар у кватеры на першем поверсе. Высветлилась, что до пробытя подразделения у Жихар гэтага дома пачу пах в гару и вышел на лесвецу. Дым и шоу за мощные щелины кватеры суседа. Замкненную звер пришлось выбить. У жилым покоя на матрасе спаусын господин житла 1977 года на роджение. Мушаны вытягнули на свежее поветро и передали бригаде медиков. Вырытованы шпитализованы за опеком руки. Эвакуация людей не спотребилась. Папередняя версия пожару неосторожное обыходжение за гнем при куренне. Подаденных Министерства Аховы Здаруя за сутки у Республицы зарегистрованы 899 пациентов с COVID-19 выписаны 252. С початку пандемии на территории краины зарегистровано 971 649 человек с останутшим тестом на коронавирус. Усяг вылечилось 965 446 пациентов с ранее подсверженным COVID-19. За перет распаусюживание инфекции померло 6885 человек с выявленной коронавирусной инфекцией. За минулые сутки выканано свыше 14 тысяч тестов. Усяг у Беларуси проведено амаль 13 миллионов тестов. Пасля вымушеного перапынку, який был связан с коронавирусными обмежаваннями, театры ляли к Беларуси. Одновили обменные гастроли. Так у першиню после двухгодовой паузы у Брест поехали грозенские лялишники, а у город над Неманом завитали их брестские коллеги. У гостях театра показали по одним спектакле для детей и дорослых. Эти глупые девчонки нахватались этой заразы в смеси жеманства и кокетства. Я знаю, кем нужно быть, чтобы удостоиться их внимания. И поверьте, мы с ними сыграем такой фарс, что они научатся лучше разбираться в людях. Сислый курс психологичной допомоги юным девам «Те, что будет, коли слепо притрымливаться моде». Такий сюжет на сцене Гродинского театра лялик показали артысты с Бреста у рамках обменных гастролев. Комедию 17-го стагодия по пьесе Жана Батиста Мальера «Манерницы» поставил заслуженный дейдж мастарства в Беларуси лаурат национальной театральной прэмии Алексей Ляляуски. И как режиссер, и как художник многое берешь работы с ним. До слова, гэта спектакль на сцене Брестского театра лялик идти с 2016-го года. Постанулка рекомендует знаутцы обовязково допраглядую для сучасной интернет-молоди. Это о том, как девчонки были легкомысленны, велись на картинку. На моду, следовали моде, они своему сердцу следовали за модой. И за это очень сильно жизнь им отомстила. По сюжете две юные особы не приемают женихов, яких прислал до их батька. Ахвяры любовных романов живут у полон стереотипов. Простые и открытые хлопцы им не до густу. Вот и моя кузина подтвердит. Что брак должен быть заключен только после многоразличных приключений. А отец простой хочет наконец-то, чтобы они вышли замуж за нормальных людей своего сословия, которые пришли, которые предлагали ему. То есть это брак должен быть такой вот честный. вот у всех порядочных людей. Простойность для мадлон и като ровно нудота. Тому они сердечно принимают маркиза и виконта, которых подослали непризнанные женихи. И девчины совсем не разумеют, что замест великосветских франтов перед ими простые слуги. У финале милых красунь чакая полная фияско, а глядача смешная комедия с выдатным музычным супроводжением. А кроме спектаклю для дорослых на суд юных родинцев была представлена добрая и крональная каска Григора Остера Катяня Памянуш Цегау. А тем часом на сцене Брэзгага театра ляляк уладарили родинские актеры. У рамках обменных гастролев жахарам города над Богом были показаны каска Гульня веселая ферма у постановцы Валерия Карышева и один запошник спектакля у родинцев по пьесе Сергея Ковалева Локес. Детекто для дорослых який поставил заслуженный дейш мастатства у Беларуси головный режиссер театра Олег Жукшда брэзгская публика витала особливо тепло. Новую залу для занятка у кикбоксингом и тайским боксом открыли у Гродни. Падея стала протягом реализации республиканского спортивного доброчинного проекта «Смелый крок». Инициатива была поддержана президентским спортклубом, Министерством внутренних справ и Беларуськой федерацией кикбоксинга и дайского бокса. Татьяна Грышук расскажет. Специализованные спортивные залы открыты уже в шести регионах краины – Минску, Минской области, Могилеве, Полоцку, Гомеле и Бресте. Дякучи инициативе дети в возрасте от 10 до 15 годов, які трапили уня простые житёвые ситуации, отрымали махчимость регулярно займаться одиноборствами под керовництвом высококвалификованных тренеров. Президентский спортивный клуб совместно с Министерством внутренних дел, совместно с Беларуськой федерацией кикбоксинга и талантского бокса реализовывает этот проект, его назовем спортивно-благотворительным. И, скажем так, мы открытием вот этого вот зала, мы завершаем первый этап реализации его. Изначально перед нами стояла непростая задача – открыть что-то наподобие вот таких вот залов в каждой области нашей республики и укомплектовать эти залы профессионалами-тренерами. То, что мы сделали, я думаю, что сделали неплохо. А дальше больше. В рамках проекта «Смелый крок» в 2021 году у стайках отбылись из поборництвы, удельниками яких стали 96 спортсменов. Сарод досягнений у немало зауважных. Так, четверо юнаков и девчат выконали норматы у кандидата у майстри спорту Беларуси. На чемпионате Европы 2022 года у Турции Мирон Барбарович стал бронзовым призером. Адразу 12 человек обынулися у лику призеров молодежного чемпионата Беларуси. Як прахучала на урочистой церемонии открытия новой залы у Гродни, утягывание ребят у спорт – высокородная справа. Дети пристроены к спорту, занимаются улучшением своего здоровья и учатся мужскому виду спорта. Хотя и девочка, которую мы видели только что на ринге, очень прилично уже выступает. Я поинтересовался, она уже несколько лет занимается. И смотрю по ней, это будущая чемпионка точно. А если и не чемпионка, то ничего плохого не один спорт, а тем более единоборство не принесут. Красивый вид спорта очень и тайский бокс, и кикбоксинг. Тайский бокс – стратегичный вид спорту у Таиланде. Тем не менее беларусы уварывалися у него, дякуючи Яугену Добротворскому, Дзмитрую Варацу, Гродинскому тренеру, чемпиону света и Европы. Под его керавництвом в Ишинь у гэтым напрямку досягают и юные спортсмены. Сярод их – 13-годовая Александра Шефлер. Мы долго ждали этого проекта. И это будет в первую очередь помощь для детей, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Наш вид спорта поможет им реализовать себя, поможет достичь каких-то высот, в будущем защитить себя, свою семью, свою родину. Мы будем помогать им. Зал обеспечен всем необходимым. Мы видим и напольное покрытие, и ринг, и мешки, плюс экипировка для детей. Вся необходимая перчатка, и щитки, и весь инвентарь. Все условия для занятия тайским боксингом на данный момент у нас есть. Мы довольны. Зал мне очень нравится, очень хороший. Тренируюсь я 6,5 лет с тренером Дмитрием Александровичем Варсом. Хочу добиться того же самого, что и Дмитрий Александрович, стать чемпионкой мира. Немного стать еще сильнее, чем Дмитрий Александрович. Нужно для этого ходить на тренировки, тренироваться и, конечно же, слушать тренировок. У новой зале, яка открылась по адресу Поповича 3, будут займаться каля 30 хлопчиков и девочинок. Оснащение, закупка экипировки, оплата работы тренеру будет вестися на поставе безвыплатной допомоги президентского спортивного клуба. Открытие новой пляцовки для занятков кикбоксингом и тайским боксом у Гродня завершает первый этап реализации республиканского проекта «Смелый крок». И это все, о чем мы хотели рассказать. Развитываемся. До наступных встреч у эфиры. Учать вер 14-го красавика у Гродня чакается. Пахмурно на дворье, без западков. Раницы слопок термометра пакажа каля 8 градусов морозу, днем до плюс 15, а вечером до плюс 11 градусов. Ветер пауднева заходний 3-5 метров за секунду. Атмосферный тиск 755 миллиметров ртутного слопка. Велегодность по ветру каля 70% раницей, 38 днем и 59% вечером. З улікам усіх метрологічных дадзіных, адшуваемая температура па ветра на протягу дня будзе вагацца ад 5 до 15 градусов тепла. У районных центрах 14-го красавика на дворье будзе наступным. У Великой Бераставіцы свісла чи волкавыску і мостах каля 7 градусов тепла раніцей, да плюс 15 днем і да плюс 10 вечером. Пахмурно, без западков. Ветер пауднева заходний 3-5 метров за секунду. У зэльві будзе каля 8 градусов тепла раніцей, да плюс 14 днем і да 10 с плюсом вечером. Пахмурно, без западков. Ветер пауднева заходний 3-5 метров за секунду. У слоннімі, лідзе, іўі, воранаві, астравцы і смаргоні прагназуецца каля 7 градусов тепла раніцей, да плюс 14 днем і да 9 тепла вечером. Пахмурно, без западкаў. Ветер пауднева заходні, ягу худкасть 3-5 метров за секунду. У ашмянах прагназуецца каля 7 градусов тепла раніцей, да плюс 14 днем і да плюс 10 вечером. Пахмурно, без западкаў. Ветер пауднева заходний 3-5 метров за секунду. У ашмянах прагназуецца каля 7 градусов тепла раніцей, да плюс 13 днем і да 9-6 за нуль вечером. Пахмурно, без западкаў. Ветер пауднева заходні 3-5 метров за секунду. У навагрудку чакаяцца каля 6 градусов тепла раніцей, да плюс 13 днем і да плюс 8 вечером. Пахмурно, западкі не прагназуецца. Ветер пауднева заходні, худкасть 3-5 метров за секунду. Е-магнітная сітуація ў 4-14 красавіка будзе неспрыяльной. Ночу ў першай палове дня чакаюцца слабыя і ўмерныя е-магнітная буры. Узыход сонца ў 6-1-27 хвілін, захват ў 20-23. Светлавы дзень ў параўнанні сі радой павялічыцца на 4 хвіліны. І складе – 13-1-56 хвілін. Па місяццовым календары – малады месяц. А дакладній – 14-го красавіка ў 16-1-16 хвілін пачнецца 14-й дзень місяццоваха цыклу. Учаць верверагодным будзе ў сплёск творчай энергія і актылнасті. Аднак новых і глобальных праектаў лепш не пачынаць, а сканцентравацца на ўжо распачатых справах. Атказны рашэні таксама лепш не прымаць і пераністі іх на больш спрыяльны час. Дзень спрыяльны для самааналіза. Калі ўдацца разабраць памылкі і зарабіць высновы, гэта можа застірахчы адня ўдачу будучым. 14-го красавіка па народным календары Мар'я. Гэты дзень раней звязвалі з веснавымі разводзями, пасля якіх спадзяваліся хуткага росту травы. Сачылі за надвор'ям, калі на Мар'ю ў ясную ночь прабывала вада, то лічылася, што ўж ниво на хлебнай ниве будзе суха. А крамя таго, ў Мар'я прасіле заступніцтва адсу рукаў і праклёну. Каталікі ў гэты дні знаходяться ў чакані Вяліка дня, азначаюць Вялікі Чатвер. Па православным календары 14-го красавіка ім'яніны ў Мар'ї, Яухіма, Івана і Макара. У каталікоў дзенянь ўладзначаць Ізабэла, Ядзвіха, Юльяна, Максим, Трафім і Валяр'ян. Субтитры создавал DimaTorzok